То, что пандемия повлияла на рыбаков, неудивительно. 277 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Регион преодолел отметку в 34 тысячи инфицированных, зарегистрированных с начала тестирования на коронавирус в Заполярье. Шесть человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 131, в Печенском районе плюс 24 и Алинигорске плюс 22. Главным способом преодолеть пандемию многие специалисты называют вакцинацию. Но что делать с мутациями коронавируса? Ведь они могут вызвать более тяжелые для человека последствия. Пока российские ученые, в отличие от британских коллег, новых штаммов не регистрировали. Но они не исключают их появление. Научное сообщество уже давало пояснение, мол, существующая вакцина будет эффективна и против новых мутаций коронавируса. Наладить такую функцию поручено Федеральному Минцифре и Минздраву. Кроме того, ведомствам поставлена задача определить приоритеты при вакцинации от коронавируса в зависимости от возраста и места работы. Срок исполнения поручения 31 января 2021 года. В начале декабря президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в России, отметив, что уже более 2 миллионов доз вакцины «Спутник Ви» произведено или будет произведено в ближайшие дни.